Я схватил себя рукой за волосы и рванул, что есть силы. А рука от меня, слава богу, сильная, а голова, слава богу, мыслящая. Одним словом, я рванул. И вытянулся из болот. Вместе с конём. Советские фильмы любимы многими поколениями и всегда создают особое настроение у зрителя. Так что ждите гостей из того самого кинематографа на своих экранах. 31 декабря мы покажем историю самого эксцентричного и знаменитого барона в исполнении Олега Янковского. А следом за ним ещё один шедевр режиссёра Марка Захарова. История о том, как любовь преодолевает даже самое сильное заклятие. Кипит гранит, пылает лёд, и лёгкий пух сбивает с ног. Что за напасть? Обращаю внимание, что несмотря на развитие современных кинотехнологий, спецэффектов, блокбастерских штучек, именно в предновогодии и в Новый год нам хочется какой-то сказки, которую мы уже отчасти когда-то слышали. Наше советское кино помогает окунуться в эту самую добрую атмосферу. В 7 часов вечера начнётся специальная праздничная программа «Новый год» на Ениси. Ведущие и авторы нашего канала подготовили для вас главные итоги года, полезные советы, всевозможные сюрпризы. А ещё пригласили в студию гостей, тех, кто за последние 12 месяцев удивил нас больше всего. Мне очень понравилось в Доминикане. Далеко от Сибири? Вообще там далёко, но стоит. Стоит, да? И питание там хорошее. В Таиланде тоже очень красиво. Но там питание у меня не очень. То кислый, то перец. Да, ну, да. Вообще запись проходила очень весело. Такое было поистине новогоднее настроение. Но, наверное, самый искренний момент, самый такой весёлый момент был, когда глава города Сергей Ерёмин получил от нас подарок. А вот что это за подарок и что происходило в этот момент, я вам не расскажу. Потому что пусть это останется секретом, вы увидите это всё в новогоднем выпуске. Сразу после обращения президента вас поздравят звёзды российской эстрады во главе с Максимом Галкиным и Николаем Басковым. А после концерта певцы превратятся в актёров. В сказочном мюзикле «Три богатыря» герои народных сказок будут перемещаться во времени и пространстве. Русские богатыри станут французскими мушкетёрами. И 1 января сюрпризы от телеканала «Енисей» не закончатся. У нас шикарная премьера уже с первого дня следующего года, 2018-го. Это сериал «Адмирал» с Хабенским, с Боярской в главных ролях. Многие слышали, многие знают об этом сериале, многие смотрели фильм. Есть возможность посмотреть ещё раз на нашем телеканале. А вечером 1 января смотрите на нашем канале российскую комедию «32 декабря». Вместе с героями Андрея Мехкова, Армена Джиграханяна, Алексея Чадова и других любимых актёров начинаем верить в чудеса и исполнение самых заветных желаний. Анна Московских, Мария Антюшева, Алексей Гусев. Новости.